Мы продолжаем читать наставления стагопреподобного Иоанна Касьяна, римлянина, и переходим к 136 абзацу. Где также раскрывается тема гордости. Но прежде чем прочитать там всего несколько строчек, прежде чем прочитать этот 136 абзац, мы вспомним одну историю. В Ветхом Завете есть книга, которая называется книга Иова. Иов был праведным человеком, причем не с точки зрения самого Иова, а с точки зрения Бога, который фактически провоцирует сатану обратить внимание на Иова. Иова, сатана не имеет к нему никаких претензий, он знает, что Иов под защитой Бога. Но Бог просает вызов сатане и говорит, ну обрати внимание на Иова. Иова, я отниму от него покров, ты можешь сделать с ним что-то. И вот эта история Иова, она начинается с того, что Бог фактически, мало того, что обращает внимание сатаны на мирное, безбедное существование Иова, так он еще и отнимает покров свой дважды, чтобы Иов был испытан, чтобы именно ему стало плохо, чтобы он действительно почувствовал какие-то страдания, искушения, бедствия. Иов, хотя Иов был праведен, непорочен и очень надеялся, что ничего подобного с ним никогда не случится. Бог фактически отдает Иова на скорбь. И Иов, как мы знаем, выдерживает эту брань со скорбью. Тогда, вот второй раз происходит, Бог снова обращает внимание сатаны на Иова и снова отнимает от него покров еще в большей степени. Ну и тогда Иов, теряя все свое здоровье, вот тем не менее сохраняет верность Богу. Потом приходят друзья, которые начинают обвинять Иова в том, что он грешник. Иов начинает защищаться, что он не грешник, просто Бог почему-то с ним так поступил, но он не грешник, он этого не заслужил. И это продолжается всю книгу, несколько раз. Вот, то один из друзей Иова спрашивает Иова, Иов ему отвечает, то другой. Так вот по нескольку раз. И в конце концов, когда эта дискуссия между ними заканчивается, является Бог. Бог, в шуме, в ветре, в дуновении, в буре, является Бог и обличает Иова. И это обличение Иова, оно занимает по объему четыре главы, делится на две части. Первым, вот, ключевым является такой риторический вопрос, а знаешь ли ты, а ведаешь ли ты, а понимаешь ли ты. И задаются разные ситуации, связанные с простыми человеческими вещами. Понимаешь ли ты, почему это происходит, знаешь ли ты, почему это именно так. А вторая часть обличений божьих в отношении Иова, связана с представлением о некоем существе, про которого в конце концов говорится, что он князь над всеми сынами гордости. Речь идет о сатане, он рисуется очень красочно, в виде страшного большого дракона. И говорится, что вот ты ничего с ним сделать не сможешь, ты не в состоянии справиться с сатаной, никаким образом, ни здесь, ни когда, ни сейчас. Тебе не в силах его победить, а он есть князь над всеми сынами гордости. То есть, в какой-то степени над тобой тоже. И вот, когда раскрываешь содержание этой книги, в контексте этой книги, понимаешь, что в сущности вся эта история с Иовом, это история о том, как Бог исцеляет Иова от гордыни, которая в нем могла образоваться и уже начала образовываться. Ну, мы сейчас не будем разбирать книгу Иов, это может быть когда-нибудь потом на уроках по Ветхому Завету. Но вот общая канва книги в том, что человек, что Иов праведник, но именно праведность приводит к тому, что ему нужно вот это лекарство. Ему нужна скорбь и боль, чтобы он исцелился от той вот как раз гордыни, которая в нем не образовалась. Нет, его по-прежнему Бог считает праведным, но начала уже образовываться, и он словами своими об этом свидетельствует. Что действительно, скажем, урок, наставление, которое преподает ему Бог, опыт, который он переживает, они действительно помогают понять, что вот не случайно все это произошло, и подозрения Божьи, знающие самые глубины человеческого сердца, были вполне небезосновательны, так скажем. То есть для того, чтобы человек не погиб в гордыне, для этого от него и он должен претерпеть некий ущерб. Но нам важно, что Писание и Бог свидетельствуют, что Иов праведен. Он так и говорит, нет такого непорочного, как Иов. И тем не менее, сам Бог свидетельствует о его непорочности, допускает его скорбь для того, чтобы в этой непорочности произвести некую исцеляющую его сердцу процедуру. Странное дело. С одной стороны, Господь говорит, что Иов непорочен, с другой стороны, создает ситуацию, в которой его непорочность объективно подвергается сомнению. Как же так? С одной стороны, он, скажем, языком обыден, он совершенно хороший человек, с другой стороны, сам Бог испытывает, потому что уверен, что он не совсем хороший человек. Конечно, к Иову выражение совсем не совсем хороший человек не относится, но тем не менее, как говорит про него его обличитель, ты говоришь слова, свойственные людям погибшим. Соб, речи твои свойственны людям нечестивым, так говорит ему его обличитель Иллиут. Ты не нечестивый человек, но говоришь ты то, что говорят только нечестивые люди. Вот такой вот парадокс. Почему? Причем, вот этот вот последний две главы, точнее, предпоследний две главы, они напоминают Иову, что сама по себе непорочность и само по себе, само по себе совершенство, они не являются гарантом безопасности, они не являются гарантом спасенности, они вообще ничем не являются, наоборот, они являются камнем преткновения, потому что могут уронить человека. Именно его совершенство, именно его честность и праведность, они являются по существу именно тем, что и может привести человека к погибели. И вот здесь пример и ссылка на опыт Адама и Евы, и на опыт Сатаны, оно как нельзя кстати, потому что это существа заведомо совершенные, но их безупречное совершенство, ибо они оба вершина творений Божьих, только один вообще как творение, и особенно в мире духов, другой как творение в мире плотском. Эти два совершенства, они пали, восстав против Бога, объявив себя как бы в оппозиции к Богу. Значит, само совершенство, сама непорочность, которой хвалится Иов, сама безукоризненность чего-либо жития, какого-либо человека, оно является причиной, по которой человек может пасть, потому что он может возгордиться. Чтобы этого надменя, чтобы этой гордыни не произошло, Бог, предупреждая эту гордыню, он проводит человека путем смирения, и тем самым выкорчевывает из него то семя гордыни, которое могло его разрушить и погубить. То есть, причина, как ни странно, причина гордости в том, что у человека есть чем гордиться. Чем больше у него оснований для гордости, тем больше в нем гордости. Вот такая простая, очевидная, вообще-то, вещь. 136-й абзац, тем не менее. Вот причина первого падения, начала главной страсти, которая потом, через того, кто первый был ею уязвлен, вкравшись первозданного, произрастило всемужество страстей. И он, первозданный, поверив, что одной силой своего свободного произволения и своими усилиями может достигнуть славы божества, потерял и ту, которую получил по благости Создатель. То есть, причина гордости в том, что человек самонадеянный, у него есть самонадеянность, и в том, что он независим от Бога. То есть, он надеется на то, что он имеет некие силы, некое свободное произволение для того, чтобы самому справиться с задачей. И он считает, в принципе, себя независимым Богом. Бог ничего не должен делать, никак помогать. Он сам со всем этим справится. Вот, что такое в этом смысле самонадеянность? Человек надеется на свои силы. И чем больше у него силы, тем больше его самонадеянность, и больше его самомнение. Если он не имеет никаких сил, ну, скажем, человеку дают задание решить какую-то техническую проблему на производстве, связанную с техникой, с обслуживанием этой техники. Поручают этого человеку, который, ну, скажем, все время обучения в университете ничего не делал. Он знает, что ничего не делал, он ничего не понимает, как это ремонтировать. Он ищет помощи. Он на себя не надеется. Он ищет, кто бы ему помог. Подсказал, лишил эту проблему. И он находит рано или поздно такого человека, или получает помощь, потому что он знает, что он не может. И он получает помощь, и он этой помощи благодарен. Он никчемный человек, да. Мы сейчас говорим не про объективную кчемность или никчемность. Мы говорим про то, что у него основание для гордости нет. Он не нравится, он человек, который никому не нравится. Он человек, который неприятен, он некомпетентный человек, он дилетант, он ничего не может. Но с точки зрения гордыни ему нечем и гордиться, потому что он ничего не умеет делать. Он уповает на других людей, он просит их о помощи, и поэтому он совершенно несамонадеянный. И другой человек, который хорошо учился в институте, все знает, постоянно читает книги, он в этой задаче легко ее решает. Он очень приятный, он человек на своем месте, он очень уважаем всеми со своими сослуживцами, но оснований для гордости у него больше. И он, естественно, в подавляющем большинстве случаев, естественно, начинает гордиться. Именно потому, что ему есть чем гордиться. Вот так и получается, что человек, у которого есть сила, у которого есть разум, у которого есть знания, какие-то способности, какие-то вещи, его выделяющие среди других, и благодаря чему вокруг него есть люди, эти люди к нему тянутся, вот, тем не менее, ему-то гораздо с гордыней-то труднее, потому что у него есть основание для гордости. А человек, который понимает, что сам из себя ничего не представляет, ему гордиться нечем. Ну, как работник, он плох. И получается вот такая ситуация, но она объясняет, почему в Евангелии слова «блаженный нищий духом, як отех есть Царство Небесное». Блаженны именно те люди, которые считают, что без Бога они ничего не могут. Буквально, как говорит Христос, «без меня не можете творить ничего». Когда человек понимает, что он без Бога ничего, он начинает искать его, надеяться на него, ему нужна его помощь, он без него не справится. Надо срочно его найти, надо его попросить, надо попросить его решить ту или иную проблему, потому что я на себя не надеюсь. И поэтому, скажем, тот совет, который слышит апостол Павел, когда Господь ему говорит, «сила моя в немощи совершается». И он, апостол Павел, говорит, «если тогда это так, то тогда я буду хвастаться своей немощью, чтобы во мне жила сила Божья». И поэтому человек, он как-то позиционирует свою жизнь или репрезентирует свою жизнь именно в соответствии с того, как он сам себя оценивает. Если он считает, что он сильный, умный, могучий, он так и говорит об этом. Если он считает, что он обыкновенный человек, ничего особенного в нем нет, гордиться ему нечем, тогда он привлекает внешние какие-то атрибуты, внешние источники, которые помогают ему сказать, «Это не я, Бог помог». Или люди помогли, или Бог дал мне молитву, или Бог научил меня этому, или Бог открыл мне то. Он ничего своего не держит, он ничего своим не считает. Он понимает, что все, что у него есть, это есть продукты божественной заботы, человеческой помощи и божественной помощи. Но это кто-то, а не я это сделал. И вот, наоборот, жизнь самонадеянного человека, она пронизана совсем другими настроениями. Он говорит, я молюсь, я пощусь, я заслужил, я надеюсь, что. Мне кажется, Бог должен. Он постоянно надеется на себя и ставит себя как бы вровень с Богом, будто бы Бог ему что-то должен сделать. И вот это вот, то есть должен воздать ему за что-то, потому что он тратит все силы на Бога, Бог должен ему за это воздать. И таким образом самонадеянность, она ясно показывается даже в лексике человека. Ну вот, примитивный, на мой взгляд, вот самый простой в этом смысле, простейший пример. Апостол Яков говорит у себя в послании. Человек говорит, я приду, я сделаю, я смогу. А верующий не так должен. Если живы будем и Богу будет угодно, то сделаю тот и тот. Это не пустые слова, этот человек так чувствует. Он понимает, что он не знает, что будет дальше, он не знает, что будет завтра. Откуда я знаю, может, я умру. Конечно, может, и не умру, но само по себе я знаю свою хрупкость, я не надеюсь на себя. Когда я сажусь за руль, я не знаю, доеду ли я до конца, потому что я же понимаю, что я вполне обыкновенный водитель, никакой особенности реакции не обладаю, а вокруг сам могу ошибиться, другие могут ошибиться, я не смогу исправить их ошибку, потому что я не профессионал. И человек, садясь за руль, он взывает к Богу, говорит, я не могу. И когда ему говорят, ты когда приедешь, он не то чтобы выпендриваясь или как-то там ерничая, он искренне говорит, ну, если Богу будет угодно, через полчаса. Не потому, что он бравирует там или смиренничает, а просто это объективный факт. Он не знает, будет ли это угодно Богу. По навигатору осталось полчаса. Но этот полчаса может произойти столько событий, что ты до конца своих дней никогда не доберешься больше никуда. Но вот эта мысль, она, то есть вот когда человек знает, что все в руках Божьих, он так и говорит, не потому, что пытается спародировать или подстроиться, а потому, что это объективная, и для него объективная реальность. А человек, не знающий всего этого, человек самонадеянный, он говорит не так, он говорит, я буду, я сделаю. Да, конечно, какие проблемы. Или вот это то, что, скажем, ситуация, которую привел апостол Яков. А вот обычная тоже ситуация. Человек, скажем, решил бросить пить. Эту ситуацию, причем, люди с подобной зависимостью, как-то в теме находящиеся, они это прекрасно знают, и более того, им, если они обращаются, скажем, к христианству, им все время об этом говорят. Вот человек пил, 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 надоело. И он решил, что возьмется за дело. И решил, что будет ходить в храм и пить больше не будет. Вот он ходит в храм, после храма он старается не пить, как-то молиться, читает псалтыри, акафисты какие-то. Проходит неделя, и он говорит, там, кому-нибудь беседе, или батюшке, иначе, батюшка, я уже не пью целую неделю. Я думаю, что вот, наверное, уже все можно сказать, что я побеждаю страсти. Да. Потому что вот даже не тянет. Как-то хорошо мне вообще стало, я уверенно себя чувствую, поэтому все вроде как бы должно быть хорошо. Он говорит, а священник слушает, его сердце обливается кровью, он понимает, что скоро он упадет. Потому что он надеется на себя, он думает, что это он молился. И из-за его молитвы, из-за того, что он такой молитвенник, произошло такое событие, он бросил пить. Вот. Воля у него сильная, молитва сильная. Он надеется в сущности именно на себя. И выражает эту свою надежду. А раз он надеется на себя, исповедует себя, хозяину своей жизни, естественно, он падет еще раз. А второе качество, которое здесь, вот первое, мы говорим, самонадеянность, а второе качество, которое, которое мучит нас, падшей, единица, качество, которое помогает нам окончательно все испортить в отношениях с Богом. Это независимость от Него, когда человек не хочет, чтобы его жизнь зависела от Бога. Причем, опять-таки, парадокс. Вот этот парадокс раскрывает Иоанн Касьян Римлян в своем, вот только что сказанном слове, что, удивительно, пытаясь сохранить преобладание, ты становишься попираемым. Стараясь сохранить преимущество, ты теряешь все. Возносясь, ты падаешь, ты не спровергаешься. И вот человек, он в своей независимости от Бога, он не просто случайно независим, он именно методично утверждает себя в этой независимости, он не хочет зависеть от Бога, он не хочет никаким образом связывать хоть что-либо в своей жизни с именем Божьим. Ведь мы говорили, помним же, говорили, мне кажется, в прошлую беседу, что мы сознательно делаем все то, что делает нас в собственных глазах сильными. И когда мы не хотим, вот так же, не хотим зависеть от Бога, мы становимся зависимы от гораздо менее значимых вещей. Вот такой парадокс. Мы хотим сказать, что я сам, что мне не надо, чтобы Бог диктовал мне свою волю или помогал мне разобраться с ними проблемами, я сам с ними разберусь. В результате обращаемся к силам, к людям, к чему-то заведомо менее низкому, чем Бог. Ощущаем зависимость свою от Него, от этих более мелких, важных вещей, и страшно гордимся тем, что мы сделали это сами, хотя мы обращались другим силам, другим средствам, зависимы от других условий. Это нас нисколько не колеблит, лишь бы не от Бога зависеть. И вот мы сознательно не хотим этой самой зависимости, и в разных, наиболее ярких пословицах это нашло свое отражение. Скажем, сам на Бога надейся, а сам не плашай. Вроде благочестивая пословица, но суть-то ее именно в том, что ты сам работаешь, что на Бога-то надеется. Конечно, тебе поможет, но главное это то, что сделаешь сам. Или всякий сам кузнец своего счастья. И много таких подобных вещей, которые показывают, что мы сознательно не хотим, чтобы Бог вмешивался в нашу жизнь. А это и бунт, и гордыня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...